Девушки отдыхают Сохраняйте спокойствие Ведь чем быстрее бьется ваше сердце Тем быстрее уходит ваше время Справитесь ли вы со своим сердцем? Это новогодний выпуск шоу Пульс Добро пожаловать на новогодний выпуск шоу Пульс Встречайте нашего специального гостя Актера дубляжа Петра Гланца Привет Здрасте Здрасте Очень приятно Мне тоже очень приятно А расскажите, откуда вы к нам приехали? Из Москвы Здорово, а чем вы занимаетесь? Я прежде всего считаю себя отцом Я отец двоих очарательных дочерей Это похвально А кем я работаю? Я озвучиваю персонажей фильмов Круто, а можете продемонстрировать что-нибудь? Я могу не персонажа продемонстрировать А всеобщего знакомого нашей стране Смотрите Больба мировой буржуазии Против мирового пролетариата, товарищи О, однозначно Однозначно Правда, все шизоидые Все шизоидые Вольфыч, ты Я, конечно, я, конечно Браво Я думаю, мы с вами должны потом записать Мы можем партию, небольшую, маленькую партию открыть Мне кажется Нас будут любить и уважать Конечно Итак Что вы можете мне предложить? Я вам могу предложить посмотреть на ваш пульс в данный момент И это 117 ударов в минуту Вы волнуетесь? Ну, немножко, естественно А я смотрю, он поднимается все выше и выше Это потому что я смотрю на вас Это от другого пульс поднимается Это не от нервов Ой, спасибо Так, приятно Знаете, а для вас У нас подготовлена специальная игра Да ладно? Выигрыш в 25 тысяч рублей Увеличивается Как вы думаете, на сколько? В 26 тысяч рублей Нет? В два раза В два раза? 50 тысяч рублей Я вас обожаю, я знал Это за мой хороший пульс Да, я буду радоваться, если вы выиграете Я буду стараться, я обещаю Посмотрим, посмотрим Хотите узнать задание первого раунда? Очень хочу Отлично Это сравнение Это сравнение Вы увидите вопрос, которому будут предлагаться пара вариантов ответа Вы должны выбрать правильный Чтобы закончить раунд, вам нужно дать 7 правильных ответов Завершите сравнение до того, как ваше сердцебиение закончится И вы заработаете 500 рублей Петр Юлия Это ваше игровое место Понял Я вам должна еще объявить два наших главных правила Первое Если вы допускаете ошибку, у вас сразу отнимается 25 сердцебиений Да, многовато Но если вы делаете шаг назад, если хотите остановить игру и заменить задание Вы должны сказать слово стоп, вы должны сказать слово стоп, но это будет стоить вам 100 сердцебиений Так что с этим нужно быть поаккуратнее Я буду аккуратнее с этим Я у вас верю Как вам, кстати, задание нашего первого раунда? Не знаю, что мне попадется Вроде бы простое, а тут посмотрим, как пойдет Хорошо, я желаю вам удачи Играем в сравнение Вам надо дать 7 правильных ответов Как только вы будете готовы, сделайте шаг вперед Режиссером какого из этих фильмов является Стивен Спилберг? Начали Пластелин колец, две крепости Индиана Джонс и Храм Суэль Капитан Крюк Питер Пен Капитан Крюк Трое Боевой конь Боевой конь Спасти рядового Райна, счастливчик Гиллман Спасти рядового Райна Побег Шоушенко, побег в Николай Побег из Шоушенко Челюсти, назад в будущее Челюсти Инопланетянин, марсианин Инопланетянин Великан, большой и добрый великан Раунд пройден Я вас поздравляю Спасибо большое Раунд пройден, вы допустили всего одну ошибку И за весь раунд вы потеряли 110 сердцебиений. А знаете, какой у вас был пульс во время этого раунда? Нет, даже не догадывается. Максимальный 123 удара в минуту. Ничего, я неплохо держался. Ну, лучше было бы, если, по-моему, где-то был 90 или чуть поменьше. Все-таки вы волнуетесь, признайтесь. Я, во-первых, волнуюсь, во-вторых, я гипертоник. У меня всегда большой пульс, поэтому для инвалидов у вас должны быть скидки. Вы знаете, что вот. Хорошо, мы учтем это в следующий раз. Пожалуйста, а то я так не смогу выиграть. Хорошо. Вы обратили внимание, что у нас живой квартет в студии? Я обратил внимание, это чудесно. Где квартет? А вот все, пока хватит. Пора переходить к нам в следующей игре. Вы хотите узнать правила? Да, конечно. Хорошо. Это порядок. Порядок? То, чего не наблюдается у меня в квартире уже долгие годы. Ага. Это порядок. Вы увидите список из шести позиций и принцип, по которому вы должны их расположить. Вам нужно верно расположить все шесть позиций. Завершите порядок до того, как ваше сердцебиение закончится, и вы заработаете одну тысячу рублей. Итак, на очереди у нас раунд второй. Вы хотите продолжить игру? Я... Или заберете деньги? Я очень хочу продолжить игру. А я вам очень верю. Я буду стараться. Удачи. Ради меня. Да, вы рады вас. Только в Новый год. Только. Спасибо. Замечательно. Играем в порядок. Петр, вы выиграете тысячу рублей, если дадите шесть правильных ответов. Как только вы приготовитесь, займите свое игровое место. Орангутан, корова, полевая мышь, морской слон, голубой кит, лев. Животные, средний вес, от меньшего к большему. Начали. Полевая мышь. Орангутан. Лев. Корова, морской слон, голубой кит. Еее! Это феноменальная победа, феноменальная. Я их лично всех на руках держал по одному. Всех этих милых животных. Да, особенно, да. Конечно, голубого китая. Мой любимый. Вообще классный. Млекопитающий. Маленький, маленький. Погладить можно. Да, а вы знаете, что когда самка кита кормит китенка, она же кормит его молоком, и у нее есть такая небольшая, маленькая такая грудь, сосочек, и она через воду на расстоянии 5 метров струей, как из бронспойта, подает молоко маленькому китенку. Я хотела бы на это посмотреть. Красота неимоверная. Я вам верю. Итак, в этом раунде ваш пиковый пульс составил 125 ударов в минуту. Спокойнее, спокойнее. Нервничаю, нервничаю. Вы же перед раундом что-то там. Вот побоишь так. Почаще так. Я понял. Хорошо. Я не кусаюсь, все хорошо. Скоро Новый год, шампанское. Дожить бы до Нового года. Дойти бы до седьмого раунда. О, да. Вы потеряли 38 ударов за весь раунд, и у вас осталось 852 сердцебиения. Вы готовы приступить к следующей игре? Готов. Да, я и не ждала другого ответа. В следующий раз я вас удивлю. О, хо-хо. Я жду это с нетерпением. Играем в расшифровку. Это расшифровка. Вы увидите 5 анаграмм и тему, которая их связывает. Чтобы закончить раунд, вам нужно разгадать все 5 анаграмм. Если вам понадобится помощь, вы можете попросить подсказку, но она обойдется вам в 25 сердцебиений. Завершите расшифровку до того, как ваше сердцебиение закончится, и вы заработаете 2000 рублей. Петр. Юлия. Вы продолжаете игру или забираете деньги? Ну, пока я еще продолжаю. Я чувствую, есть запас. Есть еще порох в моих старых пороховницах. Ой, вы врете враньем. Вы просто хотите со мной пообщаться, да? Конечно, не без этого. Это мое присутствие. Естественно. Мне тоже. Плюс хочу посмотреть. А я думал, вам ваше нравится присутствие? Нет, мне ваше, а вам ваше. А мне ваше? Я все понял. Разобрались. Ну что? Успехов вам. Спасибо. Играем в расшифровку. Если вы готовы, сделайте шаг вперед. Зима. Начали. Два. Фейерверк. Четыре. Мандарин. А пятый, наверное, подарок. А, третий оливье. Ну и первый, что же за первый, а? Рыканут, как рыканут на меня. Подсказку хочу первым. Новый год. Ничего не уходит. Ничего в голову не приходит. Турыкан какой-то получается. Вот правда. Кто это? Я не знаю. Что же такое было? И так. Все было прекрасно, но какой-то рыканут... Сбил меня с толку. Да. Давайте узнаем, что же за... Что скрывается за этим рыканутом на самом деле. Куранты! Куранты! Господи! Это ж Новый год! Что мы видим каждый раз в полночь? Кошмар! Кошмар! И слышим выступление. Был бы президент, я бы сразу понял, но рыканут вообще ноль. Вы думали, все так просто? Да, надеялся. Вы нас не за тех принимаете. Вы сошли с игрового места, и мы вычитаем у вас 100 сигар в сердце. Кошмар! Зачем я там так долго стоял? Старость, нерадость. Ну, ничего страшного. Вы не смогли справиться с этим заданием. Вам не хватило всего одного правильного ответа. Сейчас мы поменяем вам задание. Другой вопрос. Специфика задания остается та же самая. Для того, чтобы вы прошли раунд и выиграли деньги, вам нужно дать всего один правильный ответ. Хорошо. Все понятно? Все понятно. Прекрасно. Играем в расшифровку. Если вы готовы, займите свое игровое место. А, была не была. Алкоголь. Начали. Третья. Маргарита. Это мое, но я от них не так рад. Этот раунд. Я, кстати, правда не умею, но ничего. Меня переполняют эмоции. А меня не дополняют. Ровно 300 ударов прошляпил вообще в никуда. Ой, да ладно переживать. Еще поиграем. Да? Ну ладно. За весь раунд вы потеряли 416... Кошмар. ...сердцебиений. 100 ударов в сердце вы потеряли, когда сошли с игрового места и взяли одну подсказку стоимостью 25 ударов. Итого у вас остается 436 сердцебиений. А знаете, какой самый большой пульс был за эту игру? Нет, не могу предположить. Это 118 ударов в минуту. Видимо, я расслабился. Да, что-то пошло у нас. Что-то пошло не так. Нет, что-то пошло так. Надо настраиваться на позитивный... А, хорошо. Да. Давайте с вами посмотрим на оставшиеся правильные ответы в этом раунде. Пятая была Мохито. Вот. Дайкири был вторым. А ты можешь что-нибудь отгадать? Какой? Первый или второй? Вот первый. Первый... Тетка вор. Тетка вор. Чья тетка вор? Отвертка. Отвертка? Да, ну... Мопсинталако. Мопсинталако. Вот... Это... Сейчас скажу. Есть такой еще журнал модный, знаете, женский. Хотя бы, ну, не знаете. Модный, женский, конечно, знаю. Космополитен. Космополитен. Точно? Ну, мы бы справились. Нам надо играть в паре. Нам, да. Тандем, тандем. Вы готовы продолжить игру? К сожалению, готов. Почему к сожалению? Ну, просто жалко. Так мало ударов в сердце осталось. Я вообще слышал такую теорию, что у всех живых существ сердце бьется примерно одинаковое количество ударов за жизнь. Поэтому, например, у какой-нибудь несчастной Моли, которая живет там несколько дней, у нее сердце колосится так... Вот. А у долгожителя она, наоборот, бьется очень медленно. Ну, вот у черепаха, он бьется там 5-6 ударов в минуту. А с каким бы животным себя сравнили? Я лев, я по знаку зодиака левчу сравниваю. А, знаку зодиака. Отличная моя любимая тема. Лев лидер. Да? Вот хотелось бы лидировать, конечно, в вашей игре. Ну, я вас не сомневаюсь, в принципе. Да? Но я рискну тогда еще на один раунд. Конечно. Конечно. Раунд четвертый. Связь. Это связь. Вы увидите две колонки по шесть вариантов ответа. Затем вам будет дано задание. Чтобы закончить раунд, вам нужно верно связать четыре варианта из левой колонки с четырьмя вариантами из правой. Завершите связь до того, как ваше сердцебиение закончится, и вы заработаете 5000 рублей. Нет, Петр, связь это не то, о чем вы подумали. А жаль. Я бы справился. Ну, я не сомневаюсь, конечно же, но только не здесь, пожалуй. Давайте все-таки соблюдать правила игры. Конечно. Продолжаем игру? Продолжаем. Ну и прекрасно. Играем. Связь. Вам нужно связать четыре пары ответов. Вдохните глубже, приготовьтесь. Сохраняйте спокойствие. И сделайте шаг вперед. Киш, Казинаки, Картоплянки, Бекстроганов, Энчелада, Паэлья. Россия, Италия, Грузия, Мексика, Чехия, Украина. Стишите блюда со страной, кухне которой оно принадлежит. Начали. Энчелада, Мексика. Так. Бекстроганов, Россия. Картоплянки, Чехия. А-а-а! Ладно. Тогда, может быть, Картоплянки, Украина. Ну и тогда Казинаки, Грузия. Да! Юля, я иду к вам. Это было очень тяжело. Это было потрясение. Почему же потрясение? Мне кажется, вы продемонстрировали превосходные знания в блюдах. А, кстати, какое ваше самое любимое фирменное блюдо? Фирменное блюдо? О, я люблю готовить борщ, к примеру. Класс, а я люблю его есть. Уху, могу. Я хочу прийти к вам на обед. На обед? Да, приготовьте мне борщ. На званый ужин. Там тоже подают борщ. А, при свечах. Ну, не обязательно. Можно и при свечах, конечно. Обожать. А жена не будет ревновать? Нет, жена прекрасно все понимает. Она понимает, что мужчине нужно внимание женщины. Если он не будет его получать, то он загнется. Как цветок завянет, так же и женщине нужно внимание мужчин, а не только своего мужа. У вас прекрасная жена. Да, очень мудрая женщина. Здорово. В этом раунде вы допустили одну ошибку. За всю игру вы потеряли 110 сердцебиений. И ваш пиковый пульс в этой игре составил 122 удара в минуту. Кошмар. Что-то, да, ниже 100 у вас вообще не опускается. Да, но это при этом даже без игры ниже 100 у меня не опускается, к сожалению. Может, магнитные бури? Может быть. Снежок. Ну и Новый год же наступающий, всегда же страшно. Я всегда боюсь праздников. Опять, ну как, ну 3-4-5 дней пить без перерыва, чем все закончится, уснешь в одном месте, проснешься в другом. Страшно. Традиции. Ну хорошо. А я думала, что традиция это поедать салаты и вообще. Кстати, мне можно и в Новый год поправиться смело, как вы считаете? Вполне. Немножко можно. Килограмма 3 можно легко. Спасибо. Но я думаю, для вас 3 килограмма не проблема. Ни в ту сторону, ни в другую. Вы хотите узнать правила следующего раунда? Хочу, конечно. Пока не просажу весь свой пульс. Рисковый, рисковый человек. Похвально. Играем в точность. Это точность. Вы увидите набор чисел. Вам будут показываться действия, которые необходимо выполнить. Используя набор чисел, вы должны получить ответ. Чтобы пройти раунд, вам нужно полностью решить 3 набора действий. Завершите точность до того, как ваше сердцебиение закончится, и вы заработаете 10 тысяч рублей. Ну что ж, как у вас дела с математикой? Я всегда думал, что неплохо, но сейчас может оказаться по-другому. 180 на 4 разделить. Почему вы так спросили? 25. Нет, не правильно. Нет, 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 нет. 45. Да, ну ладно. Ну вот и посмотрим. Сейчас посмотрим. Так-то я не очень, я не старался. Ну бывает. Экономил пульс. Ну, это правильное решение. Продолжаем играть. Продолжаем. Играем в точность. Петр. Не шаги играю. Нет. Посмотрите на меня. Вы должны правильно решить 3 набора чисел. Если вы готовы, сделайте шаг вперед. Петр. Вот. Дет. Продолжаем. Начали. Сложите все оранжевые числа. 34. Вычтите наименьшее число из наибольшего числа. 13. Умножьте фиолетовое число на наименьшее число. 44. Сложите оставшиеся числа. 30. Первый набор выполнен. Сложите все нечетные числа. 47. Вычтите наименьшее розовое число из наибольшего числа. 44. Сложите два наибольших числа. 46. Умножьте оставшиеся числа друг на друга. 48. Второй набор выполнен. Сложите все совпадающие по значению числа. 99. Умножьте желтые числа друг на друга. 164. Умножьте фиолетовые числа друг на друга. 70. Сложите оставшиеся числа. 61. И это 10 тысяч. 10 тысяч. Наконец-то. И у вас. Наконец-то. И у меня 10 тысяч у меня в кармане практически. Практически. Практически, да. Только хочу вам напомнить, что если вы хотите забрать деньги, вам нужно будет пройти еще один дополнительный раунд выхода. Вы, главное, помните об этом. Петр. Да. Юлия. У вас такая интересная фамилия, я тут прочитала. А не могли бы вы рассказать? Как так вышло, что оно вошло? Как так вышло, что у вас фамилия не совсем типично русская? Очень просто. Дело в том, что у меня официальная фамилия достаточно простая и банальная. Это Иваченко. Петров? Ну нет. Ну Иваченко, но тоже. Кстати, и про эту фамилию есть целая история. Придуманная, непридуманная. Я уж не знаю. Но неважно. А у отца фамилия Гландс. У него родственники со стороны немцев и бельгийцев есть. Отсюда Гландс это блестящий на немецком. Все очень просто. Я смотрю, у вас прям глаза блестят. Нет, нет. Дело в том, что в лихие конец 90-х, начало 2000-х, когда я начинал работать на телевидении, и у меня случались некоторые конфузы. Например, у меня была своя программа небольшая на НТВ, вот, в которой я творил, чего хотел. Мне это очень нравилось. То есть я снимал программу буквально дома. Ко мне приезжали, снимали программу. Я ее сам монтировал, сам озвучивал. Класс. И сам отдавал сразу на эфир, то есть минуя ОТК и так далее. На утренний эфир, это межпрограммка была. Вот. И поскольку я делал достаточно наглые вещи, например, я обозревал сайты, я до сих пор помню, НТВ завалили писем, был шутейный сайт, в котором, значит, как использовать котиков как домашние предметы. То есть были специальные, типа, там сделаны стеклянные столики. Вы туда кладете котика, значит, он там складывается, вот так вот, и у вас сверху крышка стеклянная, накрываете, и у вас такой пушистый столик получается. Или там на этом же сайте, на этом же сайте был Бонзай Киттенс, по-моему, он назывался, специальная переноска для котика, когда у него, похоже, вот такая штрубцина была, с этой стороны прикручивается в рот, с этой в попу, и можно вот так нести котика. В общем, это была чистой воды, шутка и бред, и я про этот сайт рассказал, но на полном серьезе. И НТВ завалили писем, что типа, что у вас там происходит, вы совсем сама посходили. Ну вот, и они резко уволили меня под одной фамилией, вот, и я через там, переобулся в прыжке, и буквально на следующий день приняли на работу на ту же должность, на ту же программу, просто под другой фамилией, и все. То есть технически они перед зрителем были чисты. Да, а поскольку я не появлялся лицом, я был только за кадром, то есть я просто поменял голос и продолжал дальше делать программу. Ну вот, в общем, мне это помогало. Очень интересно. Вы прошли этот рамп, я вас поздравляю. Спасибо. Но вы за всю игру потеряли 182 удара. Хорошо. А ваш пиковый пульс составил 126 ударов в минуту. О, начинаю нервничать. У него на счетчике у вас 144 сердцебиений. Я думаю, у вас количество сердцебиений убывает, потому что наш квартет играет напряженную музыку такую. Он, наверное... Какие же они нехорошие. Палки в колеса подставляет. Отомсти. А я пошутила, я специально взяла вас на такую шутку. На самом деле они прекрасны. И они способны на многое. Не правда ли? Прекрасно. У-у-у, медитационный. Нет, но я стараюсь. Заметьте, но я думаю, что там еще не будет. Я думаю, на этой позитивной ноте нам нужно узнать правила следующей игры. Раунд шесть. Выбор. Это выбор. Вы увидите пять утверждений. Затем вы увидите вопрос. Вам нужно выбрать правильный ответ из пяти. Чтобы пройти раунд, вы должны ответить на два вопроса. Завершите выбор до того, как ваше сердцебиение закончится. И вы заработаете 20 тысяч рублей. Сразу хочу финальный раунд. Да, у тебя осталось 144 сердцебиения. Это означает, что... Если ты хочешь забрать деньги, нужно пройти дополнительный раунд, и тебе еще понадобится идти в сердцебиение. Если ты захочешь играть в выбор, то ты можешь их потерять и уйти домой ни с чем. Нет, я хочу все-таки попробовать забрать деньги и передать их на хорошее дело. Это раунд выхода. Вам будут показываться утверждения. Вы должны решить, истинные они или ложные. Чтобы выиграть 10 тысяч рублей, вам нужно дать пять правильных ответов подряд. Если вы сделаете ошибку, вам придется начать заново. У вас осталось 144 сердцебиений. Я думаю, самое время сыграть в раунд выхода и забрать 10 тысяч рублей. Не забрать, а отдать 10 тысяч рублей. Хорошо. Играем, чтобы отдать 10 тысяч рублей. Да, так точно. Играем в раунд выхода. Вам нужно дать подряд пять правильных ответов. Как только будете готовы, сделайте шаг вперед. Правда, ложь, начали. Население Москвы превышает 10 миллионов человек. Бойцовский клуб получил премию «Оскара» в номинации «Лучший фильм». Ложь. Испанский – официальный язык Перу. Правда. В астрономии красный гигант – это тип планеты. Правда. Победителю в общем зачете Кубка мира по биатлону вручается хрустальный глобус. Ложь. Статуя свободы выше Эйфелевой башни. Ложь. Конституционный суд Российской Федерации находится в Санкт-Петербурге. Ложь. Я так надеялась, чтобы вы… Я так, я был близок, а так хотелось. Ну, придется из своих, как всегда. Знаете, если вы думаете, что мы такие жестокие, это не так. Мы вам дадим тысячу рублей. Ну, тоже хорошо. И тоже я передам их на благотворительность. А куда? Расскажите. В фонд «Линия жизни». Прекрасно. Всегда хотелось бы делать. Это очень щедро, просто. Ну, это не очень щедро, но я добавлю от себя. Вы настоящий человек с большой буквы. Спасибо большое. Мне очень приятно было с вами играть. Мне очень приятно было с вами познакомиться. Я желаю вам успехов в вашей работе. Всего доброго. Спасибо. Давайте встретим нашего следующего специального гостя, радио ведущего Николая Гринько. Очень приятно видеть вас на нашей игре. И мне приятно видеть вас. Здравствуйте. Особенно перед Новым годом. Такой подарок. Спасибо и вас. Спасибо. Откуда вы к нам приехали? Из Москвы, в данном случае. Вообще я родом из Якутска, но к вам я приехал из Москвы. Здорово. А почему вы не остались, например, в Якутске? Вырос, возмужал, захотелось новой работы, новых мест, новых впечатлений. Поехал в Москву. Москва — город возможностей. Удалось вам добиться чего-то в Москве? Ну, скорее всего, да, конечно. Здесь, в Москве, я собрал свою группу, здесь начал выступать, здесь начал работать на радио. Ну, нет, продолжил работать на радио здесь же. Вы готовы узнать, какой у вас сейчас пульс? Ну, да, наверное, готов. Давайте посмотрим. Это 96 ударов в минуту. Это много или мало? Это неплохой результат. Уже 100. Похуже. Лучше чуть поменьше. Вы меня не пугайте, я могу еще выше. Хорошо, я постараюсь. Спасибо. Для того, чтобы вы выиграли наш главный приз — 50 тысяч рублей, вам нужно будет сохранять спокойствие на протяжении всей игры. Это сложно, я постараюсь. Да, постарайтесь, потому что волнение здесь совсем не крисло. Вы хотите узнать, какая игра будет первой? Ну, разумеется, конечно. Хорошо. Раунд первый — контраст. Это контраст. Вы увидите два варианта ответа, к которым будут предлагаться различные утверждения. Вы должны выбрать ответ, соответствующий утверждению. Чтобы закончить раунд, вам нужно дать 7 правильных ответов. Завершите контраст до того, как ваше сердцебиение закончится, и вы заработаете 500 рублей. Итак, Николай, это ваше игровое место. Я вам должна еще объяснить два главных правила в нашей игре. Первое. Каждый неправильный ответ будет стоить вам 25 сердцебиений. А если вы почувствуете, что задание для вас сложновато, вы можете заменить его, сойдя с игрового места и сказав слово «стоп», но при этом потеряете 100 сердцебиений. Вы готовы сыграть? Пожалуй, да. Отлично, я желаю вам удачи. Спасибо. Играем в контраст. Вам нужно дать 7 правильных ответов. Если вы готовы, сделайте шаг вперед. Футбол, хоккей. Начали. Представлен в программе зимних олимпийских игр. Игры, хоккей. По одной из версий был придуман еще в древней спарте. В древней спарте. Футбол. Действующим чемпионом мира по этому виду спорта является Канада. Но пусть будет хоккей, хотя сомневаюсь. Спортивный комплекс «Арена-2000» «Локомотив» предназначен для этого вида спорта. Спорткомплекс, по-моему, он тоже хоккейный, нет? В английском названии этого вида спорта больше букв. В английском названии этого вида спорта больше букв. Футбол, хоккей. Но пусть это будет футбол. На одной из своих фотографий Боб Марли запечатлен играющим в... Футбол. Кубок Шпенглера – престижный трофей в этом виде спорта. Пенглера. Кто этот человек? Ну, хорошо, пусть будет хоккей. Верно! Верно! Вы правильно ответили на все вопросы. Хорошо. Это Мурат. Прекрасно, вы ни одной ошибки не допустили. Я вас поздравляю, отличный результат. Спасибо большое. Спасибо, я много сомневался. Не надо сомневаться, надо быть уверенным в себе. Все будет хорошо, стремиться к победе. За весь раунд вы потеряли 86 сердцебиений, и ваш максимальный пульс на игровом месте составил 112 ударов в минуту. Растет. Лучше, чтобы он пониже был все-таки. Я постараюсь. Это неплохо, для начала неплохо. Но немножко надо поспокойнее. Вы, кстати, обратили внимание, что у нас живой квартир в студии. Да, конечно, замечательный квартир. Новогоднее настроение. Николай, расскажите, куда вы хотите потратить ваш выигрыш? Есть такая организация, она называется Верх. Они собирают деньги для развития детей-сирот с синдромом Дауна. Они меняют им систему образования, потому что, когда этих детей пытаются учить по обычной системе, это не всегда получается. Они собирают деньги именно на это, на их развитие и обучение. Ну что ж, очень хорошо. Вы готовы узнать, какая игра будет следующей? Да. Раунд второй. Ребус. Это Ребус. Вы увидите вращающиеся по кругу буквы, которые вместе образуют слово. Буквы уже расположены в правильном порядке. Вам нужно только найти слово. Чтобы закончить раунд, вам нужно верно назвать шесть слов. Завершите Ребус до того, как ваше сердцебиение закончится, и вы заработаете одну тысячу рублей. Ну что, как вам второй раунд? Ну, я попытаюсь справиться, хотя это достаточно сложная для меня задача. У меня с буквами проблемы. В смысле? Какая проблема? Ну, Ребусы мне всегда давались плохо. Ага. Ну, я думаю, что это будет полегче, чем обычные Ребусы. Вы, наверное, имеете в виду, как вот в кроссвордах? И кроссворды тоже не моя история. Поэтому я попытаюсь, но давайте посмотрим, что из этого получится. Давайте. Итак, вы готовы продолжать игру, или, может быть, сейчас хотите забрать деньги? Нет, конечно, будем продолжать. Отлично. Играем в Ребус. Вам нужно правильно угадать шесть слов, чтобы выиграть тысячу рублей. Если вы готовы, сделайте шаг вперед. Да. Начали. Это гитара. Дизайнер. Что может быть? Бикини. Замечательно. Граница. Удаление. Спортивный термин. Что ж такое? Комплект. Да. Получилось. Блестяще. Спасибо, я старался. Снова ни одной ошибки. Я просто боюсь, что пульсомер, например, начнет биться током, если я совершу ошибку. Поэтому, ну, вдруг. Не, они у нас качественные, так что... Хорошо. Все будет в порядке. Все будет в порядке. Спасибо, что успокоили. Вы потеряли за весь раунд 75 ударов. Это мало, это прекрасно. Продолжайте в том же духе, и победа будет у вас в руках. Спасибо, я постараюсь. Ваш максимальный пульс в этом раунде был 109 ударов в минуту. Это тоже неплохо. Так что мои поздравления. Кстати, первое слово было гитара, насколько я помню. Да. А вы, как я знаю, играете на укулеле? Не только, да. Ну, просто укулеле это инструмент, который в полтора раза проще гитары. В нем 4 струны, а строй, ну, аппликатура та же самая. Поэтому очень удобный инструмент, и он маленький, очень походный. Его можно взять на любую вечеринку, ну, просить, едва ли не в карман с собой забрать. Очень приятная штука. И смешная. А вы часто так делаете? Берете и на вечеринках каких-нибудь? Да почти всегда. У меня их около, сейчас даже точно не скажу, 6 или 7 штук. И они лежат в самых разных местах. На работе, дома, у друзей, в гостях. Но если я еду куда-то, где не лежит моя укулеле, я беру с собой одну из. Ну, в общем, на все случаи жизни. Да. Прекрасно. Ну что, узнаем правила следующего раунда? Давайте. Раунд третий. Сборка. Это сборка. Вы увидите фотографию лица известной личности. Фотография будет разделена на 8 частей, 5 из которых будут отсутствовать. Используя мигающий синий квадрат, вы должны подобрать правильную отсутствующую часть из 12 вариантов. Чтобы закончить раунд, вам нужно найти все 5 отсутствующих частей. Завершите сборку до того, как ваше сердцебиение закончится, и вы заработаете 2000 рублей. Вы готовы продолжить игру? Да. Или заберем деньги? Нет, хочется играть. Хочется, значит, будет. Играем в сборку. Если вы правильно соберете фотографию, вы выиграете 2000 рублей. Попробуем. Если вы готовы, займите свое игровое место. Дженнифер Энистон. Начали. Три. Давайте предположим, что это 5. Наверное, 2. Ага, тогда 6. У меня такой выдающийся подбородок, я его не вижу. Это 10? Я остался один глаз. У меня это 3 на выбор. Пусть это будет 8. Тогда 1. Значит, 4. Ну что, как ощущения? Пазлы тоже даются мне с трудом, как выяснилось. Я совершил, по-моему, 3 ошибки, да? Да. Правильно, мы совершили 3 ошибки. За весь раунд потеряли 146 сердцебиений. Многовато. Ну, хорошо, я еще пытаюсь успокоиться, как-то держать себя в руках. Да, просто за ошибки уже у нас вычитается 25 сердцебиений, поэтому вот так много вычлась. В основном вот из-за ваших неправильных ответов. Ничего, ничего. Ничего страшного. Максимальный пульс в этом раунде вас составил 107 ударов в минуту. Но я не помню предыдущую, по-моему, это меньше, чем предыдущую. Было 112, кажется. Да, 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 это поменьше. Хорошо. В принципе, идем неплохо. Хорошо, что идем неплохо. Сейчас вы видели на экране фотографию, а я знаю, что вы тоже увлекаетесь фотографией. У меня странное увлечение фотографией. Я, во-первых, фотографирую на пленку, а во-вторых, я делаю это с помощью фотоаппаратов, выпущенных приблизительно 100 лет назад. Может быть, чуть меньше. Ух ты. Это 30-е, 50-е годы прошлого века, чуть меньше, 70 лет назад, наверное, 80. Как ни странно, они все еще работают. Я их коллекционирую. Ну и чтобы они просто так не стояли, я еще и фотографирую с ними. Как они у вас появились? Очень просто. Два или три года назад мне на Новый год как раз подарили, просто так в качестве сувенира, чтобы поставить на полку маленький бакелитовый такой крохотный фотоаппарат, кодек. Он был 1902-1903 года выпуска, и он работал. И просто посмотрев на него и покрутив его в руках, я решил что-то о нем прочитать. Найдя информацию о нем, я потом нашел эту модель на eBay. И на разных интернет-аукционах я начал покупать похожие фотоаппараты. И со временем у меня их скопилось около 40 штук, и коллекция продолжает пополняться. Здорово, я бы очень хотела посмотреть на эту коллекцию, мне самой так интересно, 902-й год это так давно. Ну да, для вас особенно. И такие раритеты. Согласен, самое странное и удивительное, что они сохранились, и они работают. Не все, какие-то из них приходится чинить, но тем не менее они рабочие. Замечательно. А откуда вы черпаете вдохновение? Фотографическое или музыкальное? Фотографическое. Ну нет, тут сложно сказать, черпайте вдохновение, я стараюсь фотографировать то, что называется стрит-фотографией. Это снимки на улице неподготовленных людей, чаще всего, которые не знают о том, что их фотографируют. И тут не то чтобы вдохновляться приходится, а приходится искать и ловить моменты. Тут с вдохновением сложно. Можно угрохать всю пленку с безумным вдохновением, но не получить ни одного кадра, потому что люди в какой-то момент отвернулись, моргнули, ушли из кадра, что-то случилось такое. А можно наоборот, отработать 36 кадров совершенно без настроения и обнаружить на нем 4 шедевра. Иногда бывает такое. Ну да. А все люди не замечают то, что вы фотографируете? Или все-таки они вдруг увидели и так смутились? Обычно вот когда я иду, что-то фотографирую на улице, ну вот людей, либо вот они мимо просто проходят, заметили, что я телефон на них направляю и сразу так, что вы, зачем вы ругаетесь? Вот в том-то и дело. Во-первых, существуют специальные технологии для съемки стрит-фотографии. А во-вторых, самое смешное, что поскольку я снимаю на фотоаппарат, которым 100 лет, и самый мой любимый фотоаппарат, называется он Prima Junior, у него два объектива, он такая тяжеленная коробка. И когда я делаю это, ну во-первых, я не поднимаю его глазам, он снимает от живота. А во-вторых, люди даже когда замечают этот странный аппарат, они не понимают, что происходит. Поэтому все хорошо. Да, у вас все прекрасно тогда складывается. Ну что, на счетчике у вас 693 сердцебиения, готовы ли вы узнать правила следующей игры? Ну, запас еще есть? Да, давайте. Давайте узнаем. Раунд четвертый. Характеристика. Это характеристика. Вы увидите список из восьми вариантов ответа. Затем вы увидите утверждение. Вам необходимо верно определить четыре ответа, соответствующих утверждению. После каждого выбора четырех вариантов индикаторы внизу экрана покажут, сколько ответов верны. Завершите характеристику до того, как ваше сердцебиение закончится, и вы заработаете 5000 рублей. Ну, а я непременно должна у вас уточнить. Может быть, мы сейчас заберем деньги? Давайте еще попробуем все-таки поиграть. Поиграть? Да, конечно. Или забрать деньги? Нет, 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 нет. Пока рано. Попробуем поиграть. Играем характеристику. Вы выиграете пять... Бомба вибрирует. Вам нужно верно выбрать четыре ответа. Если вы сделаете все правильно, то выиграете 5000 рублей. Как только будете готовы, сделайте шаг вперед. Это была «Любовь», «Не молчи», «Белив», «Все в твоих руках», «Ты должна рядом быть», «Намбо-ван фэн», «Я твой номер один», «Малыш», «Мулатка», «Невозможное возможно». Российские синглы номер один Дима Билана. Начали. «Невозможное возможно» само собой. Я просто совсем не фанат Димы Билана. Вообще не знаю. Хорошо, не знаю. «Белив», «Не молчи», «Малыш». «Ты должна быть рядом», «Мулатка». Что там осталось? «Намбо-ван фэн», «И это была любовь». Класс. «Блин». «Давайте, во-первых, стоп». Да, что-то, наверное, задание совсем не то, какое вы ожидали. Никак не Диму Билана. Ну да, Диму Билана я не ожидал. Ну что ж, давайте посмотрим, какие были правильные ответы. Это была «Любовь», «Белив», «Номер-ван фэн» и «Невозможное возможно». Вы сошли с игрового места и потеряли 100 сердцебиений. Сейчас мы поменяем вам задание, и вам нужно дать два ответа, чтобы выиграть. Вы готовы продолжить? Да, пусть это будет Кадышева. Ну, посмотрим, посмотрим. Играем характеристику. Про Кадышеву я пошутил. Всего два правильных ответа, чтобы завершить раунд. Если вы готовы, займите свое игровое место. Попробуем. Мисс Марпл, Капитан Гастингс, Эркюль Пуаро, Комиссар Мегре, Капитан Немо, Алан Пинкертон, Шерлок Холмс, Паркер Пайнер. Персонажи произведений Агаты Кристи. Начали! Агата Кристи. Агата Кристи. Надо было читать больше детективов. Давайте предположим, что это мисс Марпл, Агата Кристи. Ну, давайте пусть это будет Комиссар Мегре, например, хотя вряд ли. Да, согласен. Марпл и Гастингс. Правильно! Да. Вы сделали. Наконец-то. Вы завершили наконец-то этот раунд. Повезло. Вы допустили три ошибки за две игры в этом раунде. И весь раунд стоил вам 325 сердцебиений. Ваш максимальный пульс был 104 удара в минуту. Пока ровненько идем. И осталось на счетчике 368 сердцебиений. 368. Да. То есть, если я дальше с ошибками буду приблизительно... То есть, раунд с ошибками мне стоит примерно 300-400 сердцебиений. За каждую ошибку отнимается 25. И если вы допустите 4, это уже 100. Ну, давайте попробуем. Попробуем. Дальше, да? Хорошо. Но давайте, прежде чем мы узнаем правила следующей игры, перейдем на более спокойную тему и радостную. Расскажите, как вы проводите Новый год? В последнее время почти никак. Я встречаю его дома, спокойно, без каких-то особенных гуляний, потому что все мои друзья делают это так же. У них семьи, они все встречаются с семьями, как и я дома. А вот уже после Нового года мы встречаемся, едем к кому-нибудь из них в гости, и там мы встречаем так, как положено, с криками, смехами, выстрелами, я не знаю. И с укулелем. Ну, и с укулелем обязательно, да. Хотя они чаще просят взять гитару, потому что она громче. А, ну да, невозможно. Ну, просто когда толпой в 12 человек поешь песни, укулеле почти не слышно. Лучше с гитарой, да. А какой стиль музыки вы предпочитаете? Какие песни обычно играете? Ну, вообще, то, что мы играем в группе, это называется гитарный поп. Гитарная поп-музыка такая, поп-рок. Его сложно описать словами, но это достаточно такие светлые, позитивные песни. Гитарная музыка очень редко используется, какие-то другие инструменты, клавишные там и так далее. А слушаю я, пожалуй, я всеяден, и могу слушать абсолютно все, кроме «Фабрики звезд». И Дима Биланова. Да, и Дима Биланова. Хорошо. Ну, давайте узнаем тогда правила следующей игры. Давайте. Раунд пятый, подсчет. Это подсчет. Вы увидите число и математическое действие. Результат действия будет являться исходным числом к следующему действию. Чтобы пройти раунд, вам нужно верно решить три последовательности по шесть действий. Завершите подсчет до того, как ваше сердцебиение закончится, и вы заработаете десять тысяч рублей. Николай, вы дружите с математикой? А, в школе была тройка. Угу, понятно. Значит, возможно, вам нужно забрать деньги? Давайте все-таки рискнем. Ну, интересно же, хочется, чтобы их было больше. Ну, это всегда хочется. Главное, вовремя остановиться. Ну, я, конечно, не очень азартный человек, но в данном случае мне почему-то хочется продолжать. Хорошо, тогда продолжаем. Играем в подсчет. Вам нужно правильно решить три последовательности действий. Как только будете готовы, сделайте шаг вперед. Заранее прошу прощения у моей математички Валентины Федоровны. Поехали. Один. Начали. Прибавить девятнадцать. Умножить на три. Шестьдесят. Вычесть двадцать четыре. Тридцать шесть. Разделить на три. Как так-то? Двенадцать. Вычесть семь. Пять. Разделить на пять. Первая последовательность выполнена. Два. Умножить на двенадцать. Двадцать четыре. Прибавить сорок один. Шестьдесят пять. Вычесть сорок три. Двадцать два. Умножить на семь. Сейчас скажу. Сто пятьдесят четыре. Разделить на два. Ба-ба-ба-ба-ба. Семьдесят семь. Вычесть семьдесят пять. Два. Вторая последовательность выполнена. Три. Умножить на семьдесят. Двести десять. Прибавить одиннадцать. Двести двадцать один. Вычесть тридцать восемь. А, сейчас попытаюсь. Полетина филарона. Это мой, значит, у нас. Что ж такое-то? Как сложно-то оказалось. Будем биться. Двести двадцать один. Минус тридцать восемь. Сто сорок три. Нет. Давайте еще раз. Рада сто восемьдесят три. Умножить на два. Двести двадцать. Максимация восемь остручивается. Пу-пу-пу-пу-пу. 166, нет, а, умножить же, елки-бекелки, пардон. 366, вычесть 276, а, 90, разделить на 30. Ужас какой, все закончилось, как так, как так, я даже не предполагала, что на математике так получится. Я же говорил, что, ну ладно, неважно. Ну ладно, ничего, ну, новый год же, не будем сильно расстраиваться. Да, конечно, не будем. Вам понравилась наша игра? Замечательно, да. Придете к нам еще раз? Ну, если позовете, да, вы подумайте тщательно, стоит ли меня звать. Если позовете, приду, да. Стоит ли вам давать математику? Да. Хорошо. Ну что, вы проиграли, да, но в честь Нового года мы делаем вам подарок, и вы выигрываете 1000 рублей. Ну, хоть что-то замечательно, и хоть что-то перейдет в фонд вверх. Конечно. Может быть, вы хотите что-то пожелать зрителям в Новом году? О, счастья, удачи, здоровья, терпения. С Новым годом. С Новым годом. До встречи. Всего доброго. Ну что ж, дорогие друзья, новогодний выпуск шоу «Пульс» подошел к концу. Я хочу пожелать вам в Новом году счастья, здоровья, чтобы вас радовали родные и близкие, и исполнялись все ваши заветные желания. Ну, а если вдруг вы почувствуете, что вам нужно измерить пульс, то срочно обратитесь к кардиологу. Ну, я шучу, конечно. Добро пожаловать ко мне на игровое место. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ